Девушки отдыхают Привет! Меня зовут Евгений Данилкин, и я актер и режиссер Чебоксарского камерного театра. Мы продолжаем работу над новым мюзиклом о городе Чебоксары «Жемчужина». Причем делаем это на ваших глазах. Казалось бы, кастинг уже позади, и пора приступить к репетициям. Но не все так просто. Ведь многие из ребят нашей команды не имеют актерского образования, а значит, им предстоит еще очень многому научиться. Сегодняшний выпуск посвящен мастер-классам, и мы начнем с актерского мастерства. Первая встреча победителей кастинга. Ребята осваиваются в театре и присматриваются друг к другу. Чуть позже они узнают, что стоять на сцене бессменной обуви строго запрещено, а также о том, что актеры занимаются только в черной одежде. Каждая репетиция, когда она проводится на сцене, начинается с такой вещи, как зачин. Ну, по-любому знаете, кто занимался в каких-то театральных кружках. Зачин – это драматургически выстроенная зарисовочка, которая будет, так сказать, разминать ваш мозг. Конечно, зачин всегда нужен. Это этюд начальный, чтобы разогрев, как разогрев считается. Вы можете играть себя, но, как писал Станиславский, в предлагаемых обстоятельствах. Вот, допустим, возьму за пример роман. У нас играет сегодня деда. Его образ будет куда более ярким и насыщенным, если он продумает все до мельчайших подробностей. То есть, как он встал, какое его настроение. А это зависит напрямую от того, как он сюда добрался. Ведь его в маршрутном такси не посадили, а он хотел посидеть. По пути его толкнули, и маленький поганый ребенок, который сидел на коленочках у своей зазнавшейся мамашки, напинал ему какую-нибудь букву. Варя занимается в театральной студии, а роман вообще актер камерного театра. Но поможет ли их опыт сделать групповой зачин ярким и интересным? Режиссер готов озвучить тему. Вы пришли устраиваться в театр. И там уже, в этом театре, ставится мюзикл о любви. Вам нужно выбрать, кто из вас, несколько человек, будут теми людьми, кто только пришел устраиваться в театр, а кто будут, ну, будем их так называть, старичками. И нужно придумать конфликт. В течение этюда вы должны прийти к этому конфликту, придумать его разрешение, и все это зафиналить таким образом, чтобы конфликт был разрешен. Допускается несколько фраз, если они будут оправданы и без них не обойтись. Договорились? Время на подготовку – 10 минут. Надо распределить роли, придумать сюжет и желательно порепетировать. Я могу быть, как будто я пришла, я уже считаю, что меня возьмут на работу, у меня нет опыта, но я такая... Я папа все. А я наоборот могу быть противовес, только прям... Суперскромный. А, скромный. Вы, так понимаю, режиссер, насколько я знаю, да? Ну... Тогда, я думаю, это, в принципе, вам в тексте будет, да? У него даже есть образование режиссера. И, как бы, по годам он старше, опытнее. Но я думал, что почему бы и нет? На крайней мере, я же могу поправить его, где-то что-то не можешь сказать. А он режиссер, ну, так пусть занимает эту должность. Между тем, я могу другим рассказать, раскидать побыстрее, потому что он, как мне казалось, мини-решительный. Значит, надо кому-то быстро взять и так, ты вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, все. А, грубо говоря, что... Да, если у нас проходит инсценировка какой-нибудь пьесы, да, вы, как режиссер, смотрите, отсматриваете, да, и к нам, не знаю, через задний вход вламываются три девушки, которые хотят участвовать в нас, правильно? Да. Друзья, вы пошустрее. Вам еще это поставить нужно, а время-то идет. Через пару минут ребята изменили сюжет и решили, что режиссер будет недоволен своей труппой и сам пригласит новых актрис. Нет. КОНЕЦ Вы не знакомы с определенными понятиями, которые, которые вообще, в принципе, с самого начала даются любому актеру. И сейчас мы к этому подойдем. Начиная с того, что вы постоянно друг друга перекрываете, многие из вас спокойно себя чувствуют неоправданно, стоя спиной к зрителю. Но дело даже не в этом. В задании звучало, что фразы допустимы, если они оправданы. То есть, если без них никак не обойтись. Но есть такой момент, что у вас фраз на самом деле куча сейчас была. Я не про то, что вы ртом говорите. Вы начали просто все в немое кино переводить. Как-то непривычно хочется что-то сказать. А сказать нельзя. Сказать нельзя. Надо только эмоциями, только какими-то манипуляциями, движениями. Мне не нравится, что происходило на площадке. Во-первых, каждый тянул дело на себя. Это понятно, да. Неизвестно, потому что как. Все постоянно в один раз тараторили, говорили, орали, кричали. И там не было, как режиссер наш сказал уже, так сказать, акцентов. Вы молчите, а там происходит действие. Там закончилось, тогда вы можете начать действие. Знаете, что мне понравилось больше всего? Ну, как вот думаете? Вы просто со стороны же немножко видели? Кто-то краем глаза или как? Мне понравилась уборщица. Тетя Маша работала. Она работала. У нее был предмет, пускай вот воображаемый, но у нее была задача. Я не знаю, что там дальше началось, когда ее начали вот здесь вот протрить, показывать и прочее. Она убиралась. Ей больше ничего не нужно было. И вот это был отдельный этюд, за который плюсик. Сразу же похвалили. Это было безумно приятно. Я даже удивилась. Я просто представила, что мне в руке швабра. Я вспомнила образы из своей головы, вспомнила школьных уборщиц, из больниц. И, как я видела, в театре играли уборщицу. То есть я в голове перемешалась, сложилась, и я просто выдала. Если действие происходит на сцене, поставленное действие, между какими-то определенными двумя персонажами или тремя, неважно, то есть, допустим, девушки здесь беседуют, то только на них внимание должно быть. Не нужно, чтобы зрителю хотелось вот так вот раздвоиться или так, да что здесь зудит все время. Нужно, чтобы каждый был увиденным, и каждый персонаж, который появляется, внимание должно акцентированным быть на нем. Ребят, вообще, на самом деле, это было все замечательно, то, что сейчас мы увидели. Нет, конечно, это было ужасно. Но я вспоминаю работы первокурсников, ну, неоднократно имел честь наблюдать это. И это было вполне себе на уровне таком неплохом. Они классные, очень классные. Они мне все нравятся, их люблю. Одно дело выступать на сцене перед пустым залом, совсем другое перед полным. Мы предоставили нашим участникам возможность почувствовать себя настоящими артистами и рассказать стихотворение навстречу чебоксатского содружества поэтов «Ульс». Скажите, вы когда-нибудь любили? Скажите, в вашей спальне плыл рассвет, а голуби над головой кружили свой самый белый в мире минает. Скажите, в вашем доме пела вьюга, а вы читали ей свои стихи? А в каждом взгляде вы искали друга и брата, как лекарство от тоски. А вы когда-нибудь стояли на вокзале, вдыхая сложный запах поездов, а вам казалось, что вы в тронном зале, почти что задохнулись от духов. Скажите, вы когда-нибудь рыдали на взрыд от счастья горького с утра, а душу на салфетках отдавали редакторам-ревнителям пера? Хочу целовать, плавать, летать, принадлежать, быть свободной. Не плакать. Плакать, свернувшись хомком в объятия. Хочу новых мест, чтобы вновь, испытывая счастье, не вспоминать о подобном чувстве под тем же деревом, на тех же перекрестках. Хочу быть подростком. Хочу быть ростком. Хочу быть вечной, хочу быть временной, хочу быть грустной, светлой, беременной. Хочу свой дом в Киеве, в Севастополе, в Голубой бездне. Хочу быть в и хочу быть вне. Хочу быть колдунью, волшебницей, честной невестой, той неизвестной, прекрасной, ради которой. Хочу одного. Хочу каждого сна, человека, цветка, моря. Брата хочу старшего, летнего ветерка. Голосы вашего и вашего письма. Двадцать первая. Ночь, понедельник, очертания столицы во мгле. Сочинилась же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от лености или соскупки все поверили. Так и живут. Ждут свидания и боятся разлуки, и любовные песни поют. Но иным открывается тайна, и почиет на них тишина. Я на это наткнулась случайно. И с тех пор все как будто больна. Ты меня не любишь. Не жалеешь. Разве я немного некрасив? Не смотря в лицо от страсти млеешь мне на плечи, руки опустив. Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли, как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот. У меня пусть твои полузакрыты очи, и ты думаешь о чем-нибудь другом. Я ведь сам люблю тебя. Не очень, утопая в дальнем, дорогом. Через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюзгший жир. А я вам отрыл столько стихов шкатулок. Я без ценных слов мод и транжир. Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста, где-то недокушенных, недоеденных щей. Вот вы, женщина, на вас белило густо, вы смотрите устрицей из раковин вещей. Все вы на бабочку поэтиного сердца возгромоститесь, грязные в калошах без калош. Толпа звереет, станет тереться, а щетинет ножки стоглавая вошь. А если сегодня мне, грубому гунну, кривляться перед вами не захочется, и вот, я захохочу и радостно плюну. Плюну в лицо вам. Я без ценных слов транжир и мод. АПЛОДИСМЕНТЫ Не устану повторять, что артист мюзикла универсальный солдат, который должен и играть, и петь, и танцевать. Прямо сейчас наших героев ждет мастер-класс по хореографии. Помогать в этом нелегком деле будет мой друг, его зовут Саша, он будет нашим хореографом на протяжении всего проекта. Прошу любить и жаловать погромче! Эй! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я делаю акцент на то, чтобы мы просто берем любой элемент и его просто раскачиваем, просто растанцовываем, учимся с этим элементом работать и все. Все просто. Мы с вами делали полное вращение головы. Да. А теперь давайте мы сами будем ее вытягивать вперед и в себя. Голову потом поднимаем для того, чтобы почувствовать филинг. Работаем корпусом. Раз, два, три, четыре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. То есть, если вы приняли форму, не в другую, там выжимай. Держи руки на месте, вот это очень важно. Ну, я очень люблю танцевать, то есть, я танцую уже очень долго и когда ты танцуешь, особенно я люблю диафрагму, то есть, когда ты двигаешься, танцуешь, это все очень расслабляет, ты забываешься и чувствуешь только музыку, то есть, пытаешься все делать под музыку, ее чувствовать и через движение передать музыку, именно, твое отношение к музыке. Умение контролировать каждую часть тела это самое шикарное, просто вообще, вот все, что может быть в жизни, самое крутое, это оно, есть контроль над своим телом, над каждой мышцой. Держим руки и при этом работаем тоже диафрагмой. Мы изучали определенный стиль танцев, сколько я понял, он паппинг называется, вот, и это было новое, интересное, я вот раньше не знал, как это делается все, то есть, как тренируются отдельные части тела, и вот, мы потренировались, мне очень понравилось. Было больно, у меня болело между рёбер, у меня болела спина, диафрагма болела, но я пыталась как-то пересилить это, потому что я понимаю, что мне само это полезно, как для поддержания формы, так и для будущего, чтобы потом выступать. Вы выходите там, на джем, на батл или еще куда-то, вы не знаете, что делать, вы начинаете крутить. И начинаете просто, и кайфуете, вот, это, это суть, это, это так просто важно, это так спасает, это так круто просто. Айх, молодец. А мы поддерживаем всегда. просто забей на все, и выйди, покрути, сделай. ты сейчас на пластик, это выходишь. Хорошо, не выходи, все, нет выхода. Мне, если честно, было очень тяжело, потому что мне по душе больше классические танцы, балет, я раньше занималась фигурным катанием, поэтому для меня легче выполнять какие-то пластичные, мягкие такие движения, на растяжку, но паппинг это, мне, конечно, понравилось, я первый раз танцевала, что-то подобное, но мне было очень сложно, особенно двигать диафрагму, это что-то нереальное. А фишка в том, что музыка сложная. Есть что-то, о чем мы не знаем. Ах, хорош, а ты натисняешься. Это было не так страшно, но когда сказали, что у нас свободное движение, это, мне чуть удар не хватило, просто я боюсь свободы, я не знаю, что мне делать, когда я свободна. Так же, как и в художественной школе, рисовать на свободную тему тоже очень тяжело, но в итоге Саша сам вышел ко мне, мы так вместе станцевали, это было здорово, очень приятно. Ребята очень красивые, они очень позитивные, и у них очень большое желание, и глаза у них очень сильно горят, и это очень круто. Без всякого блепа, просто вот, мне очень приятно с вами работать. Есть в театральных вузах уроки сценического фехтования, они помогают актеру стать пластичнее. В основе сценического фехтования лежит техника спортивного, однако идея у него совсем другая, а именно, показать правдоподобный, красивый, а главное безопасный для участников поединок. Да-да, вы правильно догадались, именно этим сейчас и займутся участники нашего проекта. Итак, ну что ж, добрый вечер всем. Меня зовут Евгений Евграф, я сегодня проведу мастер-класс по сценическому бою. И так как у меня в руках вот такая штука, наверное, все знаете, как она называется. Шпага, совершенно верно. Но шпага эта у нас не профессиональная, она профессиональная, театральная. Чем она отличается? В принципе, отличается только кончиком. У нас затупленный такой кончик. Чтобы не поразнить, партнера. Отчитываем две ступни. Раз, два, и на третью встаем. Приседаем. Центр тяжести находится посередине. Да, то есть нет упора ни на эту ногу, ни на заднюю ногу. То есть это примерно происходит вот так вот. То есть мы пружиним. То есть в любом состоянии мы можем попружинить. Все, отлично. Сценический бой, чем отличается, что это должно быть статно, красиво, и именно сценический. Поэтому спинка прямая. И задняя рука, она является помощником правой руки. В каком случае? При нападении, допустим, у нас укол. Идет укол, удар, укол противника, да? То есть как мы это делаем? Пам! У нас рука выпрямилась. Обратите внимание, она помогает. И чтобы обратно вернуться, сложно нам сделать ногой, подтянуться или так далее. мы просто помогаем этой, так скажем, пружинкой. Мы подтягиваем к себе. Правой руки. Сценический бой, да, и пред. Сценический бой, да, он должен подтягивать. Нога подтягивать. Пам! 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 Мне просто нравятся всякие автоматы, ножи, сабли, шпаги. Что-то такое необычное для девушки, наверное. Как правильно нужно держать шпагу? Прижимаем руку к ручке, охватываем ее, и указательный палец упирается тоже к ручке. Показан свой статус, да, конечно, что я вот такая, я такой. При этом не убираем взгляд от своего противника. Достаем, касаемся пола, поднимаем кончик вверх, делаем так же поклон, но при этом не убираем взгляд от противника и встаем. Красиво. А, напоминаю о том, что кончик вашей шпаги должен стоять, быть на уровне противника глаз. Я вспомнила мой фильм по Диснею показывали «Изейная принцесса Авалора». Так я представила, что я эта принцесса и вспомнила серию, где они фехтовали, как ее матери руку так сломали. Я тут такая, надо правильно держать, а то еще тоже сломаюсь. Но это было очень интересно. Я просто представила себя в платье таком, в тех времен, там шляпка, может быть, какие-то кудри вьются, и я красиво так защищаюсь. Когда стоите в положении, у вас сразу закручивается спина, грудь, все этот барабой нрав рыцарь в тебе возрождается, чувства, эмоции другие. Конечно, это же надо актеру, ему надо все чувствовать, все понимать. Во время тренировки я чувствовал, что на меня пристально глядит соперник, прям я думаю, вот сейчас заколит меня. Работает не кисть, а работает вся рука, защита. Пам! Защитились. Пам! Защитились. По хлопку делаем защиту. Пам! Для меня самым сложным это было контролировать кисть, то есть надо работать с рукой, а я по большей части работала кистью, но я постараюсь исправиться. Раз! В машине, можно? Раз! Пам! Стои, говорю, как раз, пам! Пам! Просто защиту сделаем. Нет партнера? По хлопку, да. Пам! И люди при нападении, и также при защите начинают прыгать. То есть этого делать не надо, мы не на лошади и так далее. Это должно быть статично и очень красиво. Именно сценически должно быть красиво. И поэтому мы делаем следующее. Смотрите. Останем в позицию. Если нападение идет, мы должны сохранять одну линию. То есть мы идем параллельно полу. То есть не скачем. Очень неправильно девушка там показала, да? А мы идем параллельно полу. Что происходит? Вот. А, это как крабики. Да. Никогда не знал определения придумать этому ходу. Теперь я знаю, как это можно говорить. Самое классное это крабики. Крабики, крабики. Главное всегда помнить о крабиках и не прыгать. Шпагу я держу в руках в первый раз. И для меня это было очень интересно. Было немножко сложно. в плане правильного держания шпаги. Но ощущение было такое, что я попала в рыцарскую эпоху и немножко переместилась в другое время. Было безумно интересно. Фильтовальчик из меня, ну, никакой. Первый удар, первые защиты. Да, я сегодня зацепила девочку, которая рядом стояла. Ну, да, это опасное дело, мне кажется, опасная игра такая. Но в целом, если соблюдать технику безопасности, это интересно и увлекательно. увлекательно. И на лошади учиться, и вино пить учиться, и есть красиво за столом, и фехтовать, и танцевать. Все нужно уметь. Все. Мы же можем быть любым человеком, мы же актеры. Будущие актеры. Премьера мюзикла «Жемчужина» назначена на 29 декабря. А это значит, у нас остается совсем немного времени для того, чтобы подготовить настоящее шоу. Будьте в курсе событий. Следите за нашей работой на национальном телевидении «Чуваши». «Чуваши» «Чуваши»